Всем-всем огромный привет! Многие девчонки в личку мне пишут, что соскучились по влогам-болталкам. Долго я думала, какую тему придумать, но потом вспомнила, что несколько раз меня девочки просили показать мой уход на сегодняшний день. Кто-то просил уход для лица показать, и я решила собрать все, что можно на себя намазать, чем себя протереть, и вам сейчас покажу. Так что, кому это интересно, оставайтесь со мной, надеюсь, пошуршим в баночках, поперебираем тюбики, посмотрим текстуру, то, что можно рассмотреть, ну и поболтаем немножко. Единственное, что кремов для лица открытых так много, я выбрала именно те, которыми сейчас пользуюсь. Есть те, которые я, ну как бы, знаете, раз в неделю добавляю к уходу, но я решила уже не загромождать ролик, а покажу то, что больше в обиходе. Ну, начнем, наверное, с умывания. Умываюсь я уже, наверное, на протяжении полугода от Green Mama вот этим средством, чистящая пена гель для лица. Входит ромашка и брусника, аромат такой нейтральный, немножечко аптечный, но приятный. Сила целебных трав в открытом виде 6 месяцев, вот за 6 месяцев, как по мне, невозможно его уничтожить. У меня месяца 4-5, вот так где-то, я с декабря начала, а вот сейчас, ну 5, да, 5 месяцев. Но ему ничего не делается, он в хорошем состоянии, вообще годен до 2018 года. Вот, очень нравится, прямо очень нравится, это подарок Оленька мне присылала. Пользуюсь. Скраб, который я использую, это тоже от Green Mama. 170 аж миллилитров. Вот, единственное, я хотела бы поругать немножко Green Mama, не надо. Такие объемы огромные делать, потому что у меня скраб есть 50 миллилитров, а есть 30 миллилитров. Вы представляете разницу? И 170. То есть тут почти 3,5 скраба стандартных. Это очень долго, очень много. И вот сейчас уже остается тут на донышке. Очень неудобно такую толстую тубу выдавливать. Вообще скраб классный. Вот, видите, он такого красивого розового цвета. Водичка вытекает по полу. И хорошо скрабирует лицо. То есть его чувствуешь, но при этом он не раздражает и не вредит никак коже. То есть он такой неострый скрабиночки. Приятный. Из масок я решила показать вам только одну, потому что масок много. Какие-то тканевые я использую, какие-то использую маски кремовые. В основном питантные, увлажнения, омоложения. Вот такого характера. Покажу одну очищающую, потому что сейчас я подвисла на ней. После скраба я два раза в неделю использую именно эту маску. Она идет с подорожником, полевым хвощом. Хорошо очищает, после скрабирования даже немножечко пощипывает кожу. Чуть-чуть так вот. То есть чувствуется, что она работает. Никогда от нее не было раздражений, никаких проблем у меня. Так. 170 тоже миллилитров. На 10 минут я ее 2-3 раза в неделю. Ну, я 2 раза в неделю делаю. Тоже вот я все 3 средства 5 месяцев использую. И вот эти 2 скраб и маска, ну, наверное, я думаю, последний месяц. Уже закончится. Особенно маска точно ее тут еще на 2 раза, наверное, осталось. Понравилось. Хорошее очищение дает. Но, опять же, объем, конечно, это очень много. 170 миллилитров. Гринмама, конечно, с объемами перестаралась. И маска, я не знаю, сказала, зеленого цвета. После розового скраба зеленую маску, это так приятно. Единственное, что, конечно, ты ходишь как... Вот, видите. Зеленая. Ходишь вся зеленая. Так. Умылись. Наверное, да, по кремам. А, нет. Как же, мицеллярки я не показала. Макияж я сейчас смываю от Виленты. Это мицеллярный гель для снятия макияжа. Он идет такой, видно, да, вот в пупырышку там. Как будто пузырьки кислородные. Ну, я не знаю, это кислородные или какие, но такие приятные пузырьки. С яблоневым цветом. Мне нравится этот гель. Единственное, что, когда тушь такая плохо смываемая, то надо будет дополнительный ватный диск. Но, в целом, макияж смывает очень хорошо. Это тоже подарок, только уже от другой Оленьки. От Оленьки Крюковой. Ну, наверное, я не буду говорить, кто что мне подарил, потому что я буду отвлекаться тогда от продуктов. Сейчас просто покажу то, чем я пользуюсь. А с лица макияж я смывала вот от Ифраше. Мицеллярный лосьон, наверное. Написано, антивозрастное очищение. Мне не очень нравится, как он глаза смывает, но как макияж с лица неплохо. Идет экономно, потому что на глаза я его не трачу. 200 мл. Уже тоже месяца 3 я использую. И получается, вот, в паре они очень экономно оба идут. Тоник. Обогащенный тоник. Anti-Age. Это от Natura Siberica. Этот тоник мне очень нравится. Он единственный не очень приятный аромат. Знаете, не то, чтобы неприятный, а аромат аптечный. Сейчас. Да, ощущение, вот, как будто... Как будто укол вам сделали. Хотя в нем спирта нет. А ощущение, что вот что-то такое лекарственное, лечебное в нем присутствует. Ну, вот такой вот он. Но при этом он не сушит кожу. Не знаю, давайте я вам поближе покажу. Может быть, что-то важное прочитаете. Вот так вот. Тут от ней травы. Вот так. И вот тут состав. Вот так покрутим. Я его брала на фармакосметике. Очень хороший тоник. Еще у меня вот Anti-Age. Есть маска омолаживающая тоже от Natura Siberica. Неплохо тоже работает. И когда у меня вдруг лицо начинает вредничать, то я пользуюсь уже спиртовой тоник. Он конкретно в моменты, когда что-то на лице, либо прыщичек намерен вскочить, либо я перепитала кожу, и она начинает вредничать. Тогда вот я от Avon спиртовым. У меня до этого был от Propeller. Он беспиртовой, салициловый как-то так называется. Он мне очень понравился. Он просто в пустые банки ушел. И пока не купила, я опять достала тоник от Avon. Если кожа жирная, склонная к высыпаниям, может быть, и время от времени тоже неплохо. Но он подсушивает, потому что там спирт. Ну и конкретно, точечно на прыщи. Очень полюбила я вот это средство. Мне его Оксана посоветовала. Александра, привет, Ксюша, тебе большое и спасибо. Это настойка календула. Покупаю я ее в аптеке. Уже не первый пузырек. Вонючка, конечно, редкая. Но конкретно на прыщ, прижечь, и быстрее он перебаливает и проходит. Мне очень нравится. Так, ну что, наверное, кремы, да? Кремы для лица. Есть у меня вот такая пара. От Натура Сиберика. Я брала тоже на фармакосметике. Первая, это сыворотка для лица антиэйдж, восстанавливающая. И подтягивающий крем для лица интенсивного действия. Этот крем больше подходит, как ночной крем для меня. Он достаточно жирненький. Но давайте начну с сыворотки. Она уже легкая. Я жду, когда она закончится. Очень оригинальный цвет. Видите, она прям такая жидкая и темная. Сначала разносишь, когда кажется немножко, чуть-чуть липковато, но быстро впитывается. Я ее и с утра, и вечером могу под крем нанести. Сыворотка мне очень нравится. Я вообще полюбила сыворотки и стала ими пользоваться. Раньше я ими пренебрегала. А крем пренебрегаю вечером. Бывает, что я только одной сывороткой. Но вообще крем... Видите, что плохо? Нажимаешь, а он уползает. Нужно зажимать крышку. Вот такой вот. Он густой, прям как мороженое. Видите, выстраивается. Он густой, хороший, приятно распределяется по лицу. Приятно очень пахнет. Крем неплохой. У меня нормальная кожа, поэтому мне, по сути, подходят все кремы. Как для чувствительной, для сухой, для жирной. Но для сухой последнее время меньше подходит. Лучше я, если выбирать, для жирной беру. Потому что впереди лето. И кожа моя не больно любит сейчас жирные кремы. Потому что, как я начинаю для сухой что-то использовать, все заканчивается календулой. Потому что начинаются какие-то прыщички. Так. Из кремов. Вокруг глаз я использую от Эвелин. Вот этот омолаживающий крем-сыворотка для контура глаз. у нас тоже подарок. Так и хочется сказать, кто прислал. Ольга мне прислала. У нее ник миссис смит. Оль, тебе тоже большое спасибо. Потому что, ну, тут все подарки. И дальше будут подарки. Очень мне он понравился. Входит SPF 15. Этот крем не жидкий. Он достаточно такой густенький. Но размазывается хорошо. Вот такая горошинка у меня идет на область вокруг глаза и снизу, и сверху. И через 15 минут я спокойно уже на этот крем наношу корректирующие может средства, косметические средства. Вообще замечательно. И сейчас мы с вами откроем тоже от Ольги. Она мне в паре присылала вот с этим кремом для лица. Орган, олива. Так, этот на русском языке. он дневной кажется. Так, быстро не вижу. Ну, в общем, я его хочу использовать днем. Давайте пошуршу я в сторонке. А от натуры Сибирики я хочу как ночной использовать, продолжить. Вот так вот он выглядит. Так, сейчас русский найдем. антивозрастной против морщин для нормальной сухой. Зачем они прилепили? Ежедневно вечером наносить крем на очищенную кожу лица. То есть он у меня получается вечерний. Значит, тот можно использовать с утра будет, а этот вечерний. Но мне хочется открыть и уже пользоваться. Так, смотрится он. Ой, какой симпатичный. Смотрите. Вот так вот. Зафольгирован. Давайте откроем. Обожаю открывать новенькие средства. Прямо какой-то кайф, удовольствие от свежеоткрытых средств. Тут все зафольгировано. Это все дело отрываем. Налито, наполнено прямо до самого верха. Приятный, приятный аромат. И вот он такой прям густой. Да, наверное, я буду его использовать как вечерний, а от сибирики как утренний. Или чередовать. Ну, мы разберемся, договоримся с кремами. Я думаю, будет все классно. Вот такая вот баночка. и хочется глаза с лицом все-таки объединять в одной компанией, чтобы было. Давайте вот так. И этот сюда же. Надеюсь, я сейчас в кадр-то тут не выпрыгну. Хочется красиво поставить. Вот, уместились. Дальше все лишнее убираем. Есть у меня от Сингары вот такая антивозрастная сыворотка. Это снова Оля только крюковая как вот и мицеллярку присылала. Ой, у меня тут под ногтями весь крем. Сейчас я его беру, а то буду некрасиво светиться. Это я когда снимала упаковку в слюду, у меня все под ногти запрыгнуло. Все. долго я привыкала к спреям, когда надо на лицо чем-то пшикать. Но привыкла, смотрите, она вот так распыляется хорошо, мелкозернисто. Этот спрей энергетик мне очень нравится. Я стараюсь вечером уже, когда наношу на себя все, все кремы и пользуюсь вот этим спреем. Очень жалко, что его сейчас нету в Фаберлик. Но я знаю, что Сенгарат соединилась и в принципе-то купить, приобрести при желании у них все это можно. Дальше. Есть у меня вот такое средство, но я им пренебрегаю. Как правило, я использую вечерние кремы для лица на область декольте. Это от планеты спа подтягивающая сыворотка для кожи шеи и области декольте. Она мне не очень нравится, потому что вот видите, она как водичка жидкая, эта сыворотка. И я ей все время как-то ну в общем лишнее выдавливаю. Долго надо ждать, когда она размажется, когда она впитается. Но в целом она работает неплохо. Сыворотка она всегда работает неплохо. Пахнет приятно, но стоит она у меня всегда под рукой. Когда я вспоминаю, обязательно использую. я даже не знаю сейчас есть они в Эйвен или нет. Мне ее тоже дарили. Юленька мне дарила. Так, дальше. Еще одно средство, опять подарок. Это крем корректор разглаживания морщин. Наташенька мне дарила тата мотата. Его тут прямо уже на донушке. Он весь смотрите даже боевой. я его наношу конкретно в область морщинок, поэтому очень экономно. У него вот такой шарик, там прямо немножко осталось. Вот катаешь этот шарик и видно, да, средство выплывает оттуда. Только на морщинки. Вот носогубные складки я обрабатываю, межбровные, на лбу и вот морщинки под глазами, только не сами морщинки, а вот уже которые на щечки убегают. Вот туда я наношу. Неплохое средство, очень экономное. Наташа живет в Нижнем Новгороде и она заказывала там, в общем, именно в этом городе. Как-то они там не то в группе в какой-то. В общем, если что, можно у самой Наташи спросить, как она где там заказывала. Далее. Руки, ноги, да, тело. Ну, давайте руки. Для рук я сейчас использую сразу два средства. Первый от Лепетит Марселье питательный крем для рук для сухой и очень сухой кожи. Карите, сладкий миндаль, масло органового дерева. Если вы хотите, чтобы на вашей коже крем работал, это вот про этот крем. 75 миллилитров. Он справляется и с проблемами, и на каждый день он подходит. Разница в том, что какое количество. Я его наношу совсем немножко в течение дня. Он хорошо распределяется и действительно питает руки. Если я работаю, то после нанесения крема я минут 10 еще жду, когда он впитается полностью в кожу. Аромат очень-очень приятный и работает он действительно хорошо. Около кровати у меня стоит ночной уже крем. Мне его только-только тоже подарили. Интенсивно восстанавливающий. Он идет под номером H4. Классный крем. Его 80 миллилитров, чуть побольше. И на ночь уже я конкретно его наношу и ложусь спать. Но он у меня долго будет стоять как ночной. и буду пользоваться. Классный. Дальше для рук еще у меня на столе лежит вот такой милый бананчик. Я его конечно жалею, но время от времени тоже наношу. Он лежит у меня больше как украшение. Ну и конечно же я его использую. Очень милый банан. Приятно пахнет прям вот таким конфетным бананчиком. И его приятно наносить. Единственный в нем минус, что здесь никак не открыть. И если что-то не выдавится из остатков, то значит не выдавится. Потому что выковырять оттуда невозможно. Но очень милая такая упаковка. Это меня Ксюша Александрова баловала фруктиками. Прислала вот такой милейший бананчик. Дальше для рук еще у меня есть сумочный вариант. Это от Локситан. Вот такая красота. Девчонки меня избаловали. У меня и в сумке подарки, и на столе подарки, и в ванной подарки. Вообще я, девочки, вам очень очень благодарна. это крем голубой ирис аромат. Или белый. Давайте попрежим. Белый и голубой. Да, белый и голубой ирис. 30 миллилитров. Его мне хватает на очень долго, потому что в сумочке я не так часто пользуюсь, но очень удобный формат, небольшой и часто-часто нужен. Еще что у меня в сумочке постоянно стоит. Это от Арифлейм. Вот еще как много. Это средство антибактериальный гель для рук с натуральным маслом мандарина и чайного дерева. Единственное, что когда я им пользуюсь в каких-то местах, люди оглядываются, потому что аромат мандарина настолько яркий, насыщенный, прям пахнет все помещение. Вот где бы я ни была в кафе или в каком-то еще общественном месте, если я достаю, то начинают люди искать глазами, откуда идет аромат мандарина. Это вот это вот средство. Оно классное, оно мне очень нравится. Его даже просто достать на ручки, нанести, чтобы понюхать. Там прямо миллиграмм, капелька нужна, чтобы защитить руки. пользуюсь я им не часто, не каждый день я бегаю в кафе или в какие-то общественные места, где нужны чистые руки. И тогда он меня выручает в такие моменты. Классный гель. Леночка Никандрова мне его присылала. И я, конечно, благодарна. Не получается мне называть девочек прямо. два крема. Даже это, наверное, не крем. Сейчас расскажу, что это. Для ног. Первый крем от натоптышей это от Raven Footworks. Я его достала, просто мне хочется его, если так можно сказать, добить. Он мне не совсем подходит. Это, по сути, не крем, а вазелин. Подходит он конкретно где натоптыша для таких целей. Текстура прямо даже чисто вазелиновая. Я разносить его не буду, потому что он такой бе. Если у вас пятки проблемные, то это очень хорошее смягчающее средство. То есть вы погуще нанесли, можно даже под пакетик, под носочки, ну лучше что-то такое под пакетик. Размягчилось и потом обрабатываете ножки уже пемзы или чем-то еще. Это очень хорошее средство. Может быть даже когда вы попарите, погреете ножки, потом его и потом обрабатывают с ножки хорошо. У меня ноги беспроблемные, по сути, мне это не нужна такая вот защита. Пыталась мужу дать, он говорит, ну слишком жирный, вот идешь в этом вазелине, ноги не дышат и хочется смыть. Это действительно так. Ну я по крупинке вот по граммчику так наношу на пяточки, чтобы не подсыхали, ну не сохли, а были мягенькие на ночь. Я думаю, я им буду пользоваться очень долго, потому что я его отставляю, пользуюсь другим средством, ну нормальным кремом. Потом опять беру, пытаюсь добивать, но там очень медленно все это уходит. Не знаю, но видно, что он чуть-чуть похудел, конечно, потому что он у меня в течение уже года, наверное, стоит бедный. И второе средство, красивые ножки, тоже я его использую, я его сейчас не вижу в каталогах. Мне его Марина Семенкина присылала. Лаванда, роскошный, смягчающий бальзам для ног. Это по сути масло. Видите, прямо вот густое масло. Вот им я пользуюсь. Мне оно нравится. И тоже его надо прямо совсем каплю, то есть вот этой банки хватит. Я не знаю, на все лето, наверное, у меня. Потому что вот прям маленькое количество, вот оно смягчилось и можно ложиться спать. Вот такое средство. Но в каталогах его уже нет. Я не вижу. Причем давно не вижу. Но у меня оно есть. И будет еще долго меня баловать. Так, наверное, сейчас я вам покажу, что у меня есть для тела, а потом бальзамчики для губ, которые я сейчас использую. Уже боевая такая туба от Leerac. Это боди для тела крем. Еще у меня, наверное, вот такое количество, потому что тут 400 мл. Это очень-очень много. Давайте вот так покажу. Ультра-боди лифт, гель против целлюлита и отечности. Вы знаете, это хорошее средство, если им не пренебрегать. Вот так. Ну, срок годности еще год. Оно такое, знаете, интересного цвета. Я не буду его выдавливать на руку. Я вам так покажу. Видите, оно прямо такое вот розовое, красивое. Приятный аромат. После душа я его наношу, ну, по сути, начиная от из-под груди до колен. Это у меня все проблемное, сплошное место. Сплошная проблема. Вот. Конечно, надо бы еще плюс к этому средству спортика добавить, да не кушать ночами. Тогда бы оно работало намного лучше. Но я ему доверяю, тем не менее. Я его использую. Хотя, ну, его очень много, конечно. Тут добью. Все равно лето впереди, поэтому я его допользую. Это дорогое средство. Мне предлагали, когда на обзор, я вот воспользовалась этой возможностью попробовать дорогое средство. Очень хотелось посмотреть, как же оно будет работать. Ну, конечно, целлюлит убирается не только кремом. Ну, как я уже сказала, это и спорт, это и правильное питание. Дальше. Когда я пользуюсь этим кремом, у меня остаются нетронутые руки и ноги ниже колен. В помощь мне идет от Green Mama крем для телоукрепляющий. Его можно, конечно, один использовать на все тело. Но вот мне не очень понравился аромат. Вернее, знаете как? Аромат аптечный. Пахнет травой и ментолом. Мне это не очень нравится. То есть, у меня как-то вот такой аромат ментоловый больше связан с ногами. Поэтому я его использую больше вот на низ ножек после мытья. Как-то от тела не очень хочется, чтобы вот так вот пахло. А так оно неплохое. Если вам без разницы, чем пахнет, то можно. Но мне вот как-то аромат не нравится. Поэтому я его так как добавку использую к тому крему. Ну а если я не пользуюсь лейраком, то сейчас у меня основной уход это вот этот питательный крем для тела от Organic Kitchen Девушка на миллион. Вот он так смотрится. Он достаточно действительно питательный. Приятно пахнет. Сладко пахнет. Золотое масло жаржаба и народное органовое масло. Ну пахнет вкусно, сладко. Его надо немножко. Вот это вот количество, тут она сама-то банка маленькая, 100 миллилитров всего. Я уже им пользовалась два или три раза. И вот всего-то убыло. Ну оно экономное. И перебрала я тут на днях все-все свои кремы для тела. И нашла вот этот от Faberlic My Honey, которого уже горят сроки горности. Я его достала вне очереди, которые, ну вот, я буду им пользоваться сразу, как только закончится тот. Потому что раз в 3-4 месяца я перебираю всю свою косметику уходовую, смотрю, какие сроки начинают поджимать и ими начинаю активнее пользоваться. Вот. Приятный, очень приятный аромат меда. И я думаю, буду я с огромным удовольствием этим кремомаслом пользоваться. Оно подходит и для лица, и для тела. То есть, такое универсальное средство я буду использовать на тело. Тут большой, кстати, объем. Сколько? 200 мл. Вот. Следующий пойдет. Но пока еще не использовала, поэтому надо успеть до жары, до лета. Потому что это все-таки крем-масло, а в жару я уже перейду на молочко, лосьоны, на что-то более легкое. Ну и давайте еще по бальзамчикам пройдемся для губ. Еще одно удовольствие девчачье. Сразу признаю, что принесла я не все. А, вот еще одно средство среди бальзамчиков, просто размером такой же, как бальзамчик. От Горинье Волшебный уход. Честно, не помню, кто прислал. По-моему, Оленька. Но я потом вспомню, у меня потом обязательно всплывет. Волшебный уход. Это от Горинье. Я сначала подумала крем для лица, а потом уже по ходу начала наносить, поняла, что это что-то типа BB крема. Сейчас покажу. В общем, он идет с тонирующим давайте вот сюда поставлю. Он идет с тонирующим эффектом. Вот, видите, начинаешь разносить и там оказываются кристаллики рыжеватенькие такие. Вот, видите, они сразу лопаются, размазываются. Выдавливаешь крем, кажется, белый, а потом оказывается, что тут тональный эффект и такой не слабый. Мне это очень понравилось. Я хотела его до Эвелин использовать как дневной крем малютку, чтобы он не застаивался. А оказалось, чудо-средство. И я его так в косметичку переложила и с утра его наношу как как и базу и тональное средство для лица. Прямо супер-пупер. Очень я им довольна. Мне он очень-очень понравился. Так что, я думаю, через месяц-два он у меня будет уже в пустых баночках вне очереди. Ну и теперь бальзамы. Один бальзамчик отняла у Максимки, потому что он ими не пользуется. Ну как он их сложил в свое время, когда губы болят, он их берет, достает и пользуется, но когда нет проблем, просто стоят. А сроки годности никто не отменял, я у него конфисковала, положила к себе в сумочку и вот как сумочный вариант у меня этот от Фаберлик бальзамчик с котиком милейшим. Вот. Использую. В пути хорошее средство в дороге. Когда забудешь с собой взять помаду, например, где-то в гостях помаду съела, то обязательно нужно что-то нанести на губы и тогда этот бальзам мне прямо в помощь. Около кровати у меня астронавтик, тоже конфисковала у Максимки и использую. Но вот эти вот бальзамы 10 мл, они конечно жирноватые и очень-очень надолго их хватает. Сейчас покажу. Они по типу вазелинчика, их надо прямо совсем капельку и мне не нравится, что их чувствуешь аромат на губах. Можно, конечно, потерпеть, поэтому я на ночь. Потому что на ночь не надо ни разговаривать, ни облизывать губы, нанес и спать лег. И забыл. Около кровати также стоит вот этот бочонок от Арифлея. Мне дарила Жануля его. Не часто, но пользуюсь. Очень-очень приятный аромат. Прям вкусный-вкусный карамельный аромат. Его тоже либо на губы, либо на сухие участки. У меня у ребенка локти это. Поэтому пока он спит, я бывает, что ему локоточки-то и коленки намажу. У него прям сухая там кожа. Ну, подсыхает. На рабочем столе уже наполовину пустой. Ванильное лакомство. Тоже, когда у ребенка губы болели, он зимой пользовался. Уже половина осталась. И я думаю, что либо испортится, потому что летом он не обветривает губы, либо мне нужно его добить. Я забрала себе и сейчас пользуюсь. Точно такой же носик, как у Астронавтика. Тоже такая достаточно густая текстура. Я в свое время, когда вышли вот эти от Фаберлик средства для губ, но они такие яркие, такие красивые в Бьюти Кафе. Я купила практически все. Но потом походу поняла, что больше мне все-таки нравятся не такие текстуры, не в тубах, а в стиках. То есть, я сейчас уже такие ошибки повторять не буду, но вот это штук 6-7 у меня точно стоят и придется их добивать каким-то образом. Ну, часть подарю, конечно, я. У меня сестренка часто к ней уходит какие-то средства. она мне помогает тратить, если я не справляюсь. Вот, так что я то, что она покупала, половинку поделюсь. И последнее, что я вам покажу, это недавняя новинка от Фаберлик. Даже артикул могу показать 44-121. Не так давно я смотрела Элечку. Элечка о главном, ее ник на ютубе. и Эля показывала этот бальзам в неудачниках, в своих неудачниках. Он заявлен у Фаберлик как оттеночный бальзам. Я с Элей полностью согласна, что это бальзам не оттеночный. Вот, если вот сейчас на свет смотреть, то можно, конечно, какую-то розовинку в нем разглядеть. Вот. Но, согласитесь, это не оттеночный бальзам. Он только цвет имеет вот в самом стике. Вот я не так буду строга к нему, конечно, как Эля. Минус в нем это вкус. Если вы любите облизывать губы, то это вам вообще не подойдет и не понравится. Он очень противный на вкус. Я губы не облизываю, я вот просто специально лизнула, чтобы почувствовать. Да, действительно. Он очень неприятен на вкус. Аромат для меня обыкновенный. и работает от перекуса до перекуса. То есть намазала, если вы попили чайку, нужно мазать снова. И так в течение дня я им пользуюсь. Он у меня потихоньку уходит. Я бы его не сказала, что он у меня совсем неудачник и надо выкинуть. потому что вкус я не чувствую. Аромат для меня неплохой и работает он в целом неплохо. То есть не такой провальный, как для Эли оказался. Потому что она-то чувствует этот вкус и он, конечно, неприятен. Нет, я больше не буду строить, а то я сейчас просто повторю то же самое. Вот так. Все. Вот все, что я хотела показать, похвастаться, выполнить запрос, который мне оставляли. Если вдруг забыла кого-то назвать, я тут больше думаю о том, что за продукт, что о нем можно сказать, чем о том, кто прислал и сказать спасибо, когда вот такие обзорные ролики. Но на самом деле я очень благодарна всем девочкам, кто мне прислал эти подарки. Я всем пользуюсь с огромнейшим удовольствием. Ну и скоро вы эти средства все увидите, конечно же, в пустых баночках и там я, наверное, буду повторять свое мнение. Вряд ли что-то изменится, потому что в целом все продукты, которые я вам сейчас показала, я уже как бы познакомилась с ними и исследовала. Кроме крема от Авеллин. Ну я его... А, ну вот медовый я еще не использовала, но я думаю у них ароматы разные, вот эти крем-масла от Фаберлик. Текстура-то в целом одинаковые. А я уже пользовалась не раз кремами-маслами от Фаберлик и они мне нравятся. Для сухой кожи хороший вариант. Все. На этом я с вами, девчонки-мальчишки, прощаюсь. Надеюсь, мальчишки меня тоже смотрели, хотя тут такая чисто девчачья тема. Всем до новых встреч и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok